Здравствуйте, дорогие зрители Первого образовательного канала. Мы продолжаем наши легенды о Золотом веке. И сегодня вы увидите самую, на мой взгляд, таинственную часть нашего повествования. Ведь речь пойдет о прототипе Татьяны Лариной. У нас сегодня в студии, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин, Игорь Валентинович Днестрянский. Здравствуйте! В моих руках сейчас замечательная книга. Написал ее Михаил Филин, Мария Волконская. Я ее очень люблю. Ну, конечно, я строила все свои догадки вместе с Щеголевой, вместе с другими пушкинистами. Но вот этот человек собрал все, что можно собрать. Кроме того, мне так показалось, что он смотрел первые четыре серии моего фильма. Потому что здесь какое-то вот есть прямо обращение ко мне, к моим изысканиям по поводу Волконской. Так вот, сегодня, как я уже сказала, будет наиболее таинственная такая часть, посвященная про образу Марии Волконской в качестве Татьяны Лариной. То есть есть такой момент, который подчеркнут Щеголевым, подчеркнут Михаилом Филиным. О том, что именно Раевская, Машенька Раевская, была прототипом Татьяны Лариной. Я вам сейчас хочу показать немножко картинок. Вот они. Это Рука Пушкина. Вот за что я люблю документальную драму. За то, что прямо в момент действия можно ввести картинки. И Филин, да и другие люди подчеркнули одну особенность Марии Николаевны. Она очень любила сидеть, опираясь вот так вот на правую руку. Так вот. Вот здесь ее Бестужев изобразил. Она опирается. Здесь она уже в возрасте опирается точно так. Интересно, что именно Пушкин, изображая, видимо, Марию, тоже себе позволил вот такие вот позы у Машеньки Раевской. Наверное, это было ее присуще с юности. Такое раздумчивое состояние, милое, раздумчивое. И вот в начале фильма декабристы обсуждают Татьяну. И даже говорят, а почему Пушкин назвал Евгений Онегин? На самом деле нужно было назвать Татьяной. Все по вествованию. Они разговаривают и не замечают, как все это ранит одного человека. Волконского. Потому что именно сейчас в Сибири он до конца понимает то, что произошло с Марией и Пушкиным. Он же все это читал. Он тоже размышлял. Он знал о том, что Пушкин увлечен Марией. Ведь он познакомился гораздо позже, чем Пушкин. С Машенькой. И вот размышляя о том, что в романе есть такие строки, но я другому отдана и буду век ему верна. А может быть, как-то это слышал и Волконский. И вот проходят декабристы, и каждый говорит о своем и в то же время об общем. О том, что есть какой-то у Пушкина какая-то тайна, какой-то идеал. И вот я думаю, что то, что мы снимали как раз-то в Риде, в Крыму, сам облик Сонечки Тарасян, который играет Раевскую, мою постась, он как-то настолько воздушен, настолько характерен вот этим воздушным рисунком Пушкина, что иногда я даже любовалась Соней. Вот на фоне морской волны. Вот там есть момент, когда ты даешь ей руку, переводишь, как бы это какой-то немой момент, но настолько она соответствует вот этому легкому, как бы живописному образу. Причем снимались эти кадры без меня, как ты помнишь. Я в то время занималась Лермонтовым. Вот. Вот твое ощущение в то время как-то соответствовало вот тому образу, который потом притворился у Пушкина в идеале? Да, у меня было ощущение такой легкости, о которой вы говорите, атмосфера тонкого поэтического восприятия юной особой рядом с поэтом. И, безусловно, Пушкин здесь никак не вставал ни на какие катурные, не считал себя в данном случае поэтом, который может, так сказать, смотреть свысока на окружающих. Наоборот, он старался максимально внедриться в жизнь и почувствовать ее. И вот это ощущение юного восторга жизнью, которое он ощущал в общении с Машенькой Раевской, вот это и давало, мне кажется, ему и любому творческому человеку может дать действительно колоссальный импульс для будущего творчества. И вот это он старался впитать. Вот это мне казалось той основой, которую мне необходимо придерживаться. Потому что все остальное, ну да, море, да, он в ссылке, но вот именно что, какая изюминка? А изюминка здесь есть именно непосредственность юной души, которая видела эту красоту, и через ее глаза, как окна души, Пушкин видел отражение этого, в общем, окружения в юной душе. И вот мне кажется, что мы старались это как-то не играть даже, а мы даже не озорничать, а просто ощущать, жить, ловить глазами мгновения. Я помню, мы, вот вы говорите, вас не было, да, был момент, когда режиссер во время съемок, несколько раз мы делали один из дублей, выполняли дубль. И однажды я споткнулся, причем первый раз, я споткнулся и оглянулся на камень тут же к ней, потому что девушку нельзя отпускать, я ее за руку придерживаю, тропа каменистая. И он сказал, вот это то, что надо, потому что здесь было ощущение жизни, а не искусственного сыгранного какого-то кусочка, когда мы играем от необходимой фразы до необходимой фразы, посмотрели, куда скажет режиссер. Здесь было что-то неуловимое, пойманное, и вот он говорит, вот этого старайтесь придерживаться постоянно. Все, что вас вокруг окружает, все, что там камень под ногой, да, птица пролетела, вот это очень важно, движение глаз и ваше взаимодействие с этим миром и друг с другом. Вот мне кажется, тут вы точно уловили, да, это было, было. Ну, ты знаешь, а при мне было следующее, вышли с Сонечкой, красивая волна ударяла, все, и вдруг набежала волна и смыла Соню, и ты ее не удержал. Я тебе хочу сказать, Сонечку смыла от тебя, ты настолько, значит, был Пушкиным, что не удержал свою партнершу. Но мы потом ее восстановили, все хохотали, Соня тоже смеялась, но это было, точно было. Ну, да, в свое оправдание я могу только сказать одно, что волна смывала от меня, а не ко мне. Вот именно поэтому она была достаточно сильнее, как я устоял, я сам не понимаю. Ну, ты-то удержался на ногах, а Соня нет. Я хочу сказать, что у Пушкина ощущение, вот именно там, в Тавриде, буквально рождался Евгений Онегин, буквально рождались первые строки. И он об этом и пишет в письмах, и абсолютно в этом мы уверены. Но еще очень важно, что уже после того, как он второй раз вернулся на Кавказ, он уже женатый человек. Он тоже был полон ей. И вот интересно, вот такие строки, например, «Атас, который образован Татьяны, милый идеал, о, много-много рок отъел». Это уже в черновиках, здесь точки стоят. Вот это очень важно, когда мы понимаем, что за строчками есть целая жизнь, есть целая судьба. И вот еще одно потрясающее. «Прошли за днями дни, открылось много лет, много лет. Где вы, бесценные создания, иные далеко, иных уж в мире нет. Со мной одни воспоминания». Потому что ушли некоторые друзья декабристы. «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь, и без надежд, и без желаний, как пламень жертвенный чиста моя любовь и нежность девственных мечтаний». Вот это можно только сказать о том, что уже было и прошло. Некоторые пушкинисты почему-то относят эти стихи к Натали. Но Натали рядом. А здесь явно, да? О чем-то иных уж нет. Вот это говорит о том, что образ милый, образ идеальной женщины оставался с Пушкиным всю жизнь. Всю его многотрудную, такую непростую жизнь. И он сам, когда творил в Болдина, признавался, что вот эти легкие тени прямо возникают перед ним. Он мечтал, конечно, вернуться в Крым. Всю жизнь мечтал. Но у него было только эти 14 дней. Но этим 14 дням мы обязаны, собственно говоря, к появлению такого дивного образа. Я думаю, что, Игорь, тогда, когда мы снимали, мы же несколько раз снимали вот этот эпизод. Собственно говоря, мы были в Крыму в самом начале, еще до производства фильма «Одна любовь души моей». И тоже снимали Сонечку. Я хочу сказать, что удивительная вещь. Вот, когда нужно, человек как бы замирает в своем возрасте. Вот, это было потрясающе. Я очень боялась за то, что, ну, как бы, прошли годы, да, а мы снова снимаем ее же и снова снимаем в Тавриде. Я думала, как-то это не состыкуется. Нет, все хорошо. У нее даже появилась какая-то еще более женственность, еще более какая-то красота необыкновенная. То есть все как бы совпало, да, все совпало. Но вот ощущение моря, прекрасной какой-то натуры твоего ощущения, что самое главное с тобой именно произошло, когда мы снимали? Ну, Крым, вне зависимости от съемок, он трансформирует, мне кажется, душу человека, потому что это особое место. Это особое место, а когда мы еще касаемся такого высокого образа, как жизнь Александра Сергеевича, то все это вместе, оно, может быть, я говорю какие-то вещи достаточно высокие или мною приподнятые слишком высоко, но, тем не менее, это все трудно уместить в двух-трех словах. Вот представьте себе, киноэкспедиция, мы находимся там неделю или две, не так много, казалось бы, и каждый день напряженный, каждый день съемка с утра до вечера или подготовка к этой съемке, и одновременное ощущение стихии моря, того окружения гор, удивительной природы и понимание, что здесь сейчас должен быть не ты, а через тебя пронесен некий образ удивительного человека, о котором мы помним уже 200 лет и будут помнить многие годы спустя наши потомки. И вот это все вместе, наверное, рождает такое ощущение, которое просто не забудется. Я боюсь его обозначить одним-двумя словами, Наталья Сергеевна, оно слишком высоко. Вот так. Я думаю, что то, что осталось у нас в Евгении Онегине, это навсегда, насовсем, и будет века проходить, и все равно молодые люди будут стремиться узнавать новые и новые. И я представляю, как там, в глубине сибирских руд, декабристы читали эти строки, особенно Мария Николаевна. Конечно, она, ну как вам сказать, ей было неудобно говорить о том, прототип, не прототип, да, и все-таки она не выдержала, потому что вот эти строки точно относились к ней, как я завидовала, «Волнам, бегущей бурной чередой, с любовью лечь к ее ногам». Но это она даже выписала, все остальное опустила. Но мне пришлось, как автору этого сериала, конечно же, раздвинуть эти рамки и посмотреть на каждого человека в отдельности. Вот Волконский, который испытывает необыкновенную, с одной стороны, любовь к Машеньке, потому что ради него она пожертвовала всем, даже судьбой ребенка, их первенца. И в то же время чувствует какую-то неловкость по отношению к ней, что он что-то разрушил в самом начале их отношений. Ну, предположим, ну вот так вот предположим, что когда в 1926 году они встречались с Пушкиным, то Пушкин, я думаю, умолял ее остаться, потому что он был уже безмерно влюблен в нее, потому что он понимал, что он расстается с ней навсегда, потому что это был как бы прощальный такой момент. Но если бы Мария Николаевна сказала, да, я вас люблю, чего же более, да? И все. Маша остается. И другая совершенно судьба у самого поэта. Потому что очень многое зависит от женщины. Я вот как-то была в замечательной такой маленьком музее. Помнишь, мы приехали в музей Волконское под Киевом? Да. И там был такой рыцарь Волконский. Он был, по-моему, директором школы. Ну, это, надо сказать, что это просто стихийный народный музей, который возник из любви к той эпохе, к этим людям, имеется в виду декабристы, к их глубинному пониманию истории, любви Родины и так далее. И этот человек настолько любил это все, что он собирал, все, что было возможно, да? Он собирал афиши от фильмов, он собирал какие-то, может быть, артефакты, связанные так или иначе с декабристами. И это все он сохранил в разрушенные 90-е. Вот это было поразительно. Но ведь там было захоронение еще в Волконских. Понимаешь, это не случайно он там оказался. Да, он там не случайно, безусловно. Но то, что он, как вы верно заметили, рыцарь. Рыцарь, да. Рыцарь, который, как последний Дон Кихот, охранял эти врата в удивительный золотой век. То есть для тех, кому это нужно. Самого она собирала, какие-то вещички такие. Да, это просто... Потрясающе. Таким на амбарный замок закрывал это все. Несколько раз обворовывали его. Что там взять-то? Ну, обворовывали его. Вот, между прочим, в разных аспектах нашей жизни, на мой взгляд, продолжение жизни и будущее, оно зиждется на подвижничестве таких людей. Абсолютно. Вот только на этом. Да, только на этом. И рядом может быть государственный музей, который неинтересно посетить, и в котором, может быть, как-то все очень, ну, так скажем, официально, спокойно, понятно. А здесь горят глаза, сердечное ощущение необходимости передать это людям, и как он говорил о каждой вещи, которая им сохранена. Вот это настоящий музейщик. Хотя он по профессии школьный учитель, он директор школы. Потрясающе совершенно. Это же село Баранки. Да. Вот там, понимаете, произошло следующее. К несчастью, когда пришли большевики, они разрушили саму могилу. И мы до сих пор не знаем, собственно говоря, место захоронения ни Марии, ни Поджу. Они вместе. Там просто памятники. Памятники только стоят и все. Обелиски. Но когда я туда приехала, этот человек взял меня за руку и сказал такие слова. Наталья Сергеевна, знаете, вот я наивный человек. Я всю жизнь мечтал, чтобы Мария, чтобы Пушкин, чтобы Пушкин приехал на место захоронения Марии Волковской. Знаете, в истории это не может быть, да? Потому что Маша Караевская умерла гораздо позже Пушкина. Но приехал Игорь, приехал Пушкин. И он так обрадовался, он сказал, ну вот, я всю жизнь ждал этого момента. И все-таки Пушкин посетил наш музей, посетил, значит, почтил память, это место захоронения Волковской. Понимаете, вот ради таких людей стоит жить, работать, делать сериалы, делать все. Потому что это вот действительно народная любовь, самая настоящая народная любовь. Я бы хотел сказать, что здесь, наверное, скорее даже не со мной, я бы персонифицировал это обозначение, а с мыслью об Александре Сергеевиче, сублимированной в качестве авторов фильма, то есть и операторы, и художники, и сама Антара Сергеевна. И все это вместе, представьте себе собирательный образ Александра Сергеевича, который в наше время так или иначе возвращается. Вот на новом этапе будут другие художники, кто будут делать снова об этом. И вот это возвращение и этот момент возникновения этой группы, этих людей, этих исполнителей, вот там, где это связано с именем Пушкина, это и есть, наверное, то самое, о чем говорил этот человек. Я мечтал, чтобы Пушкин обратил на это внимание. А Пушкин через творческую группу, через вот то, что мы хотели сделать и продолжаем делать, и продолжали тогда, в тот момент, он как бы с небес взирал на могилу Марии Волконской. Вот это очень верно, мне кажется. Причем она, мысль такая, для материалистов очень странная, и кажется, в общем-то, наверное, надуманная. Но если представить себе, что жизнь, она не заключается только в видимом нами мире, она заключается в целом спектре миров и, наверное, в каком-то духовном пространстве, то в этом смысле, конечно, мне кажется, это очень точное сейчас обозначение. Да, да. Александр Сергеевич через воспоминания о нем, через очередное творчество о нем, всякий раз, так или иначе, соприкасается вот с образом, любимыми людьми, друзьями, декабристами, кого бы он ни вспоминал, ни касался, возможно, там, возможно, за пределами этого мира. Мы еще вернемся к тому моменту, когда, собственно, раскрывается вся тайна между Пушкиным и Марией. Потому что есть такая фраза, вот, свою постылую свободу я потерять не захотел. Намек. Когда был момент, когда, возможно, была вот эта встреча? И что упустил Пушкин? Ну, может быть, здесь вы и правы, что в данный момент расставание с этим миром и попытка помочь своему мужу, и имеется в виду влечение сердца в первую очередь, но и помочь, потому что там действительно страшные были условия. В этот момент перелома могла быть такая ситуация, но, на мой взгляд, вот что бы я хотел сказать, надо знать Машеньку Раевскую, и надо знать саму Марию Волконскую, которая заявила, это документировано, что мой муж, мой ребенок в тепле и в уюте, и я, а мой муж в бедствии, и я оставляю ребенка, и я нужна мужу. И вот такой человек не мог не уехать в Сибирь. Здесь долг превыше всего. Ну, и, безусловно, любовь, конечно. Но тайна есть. Да, тайна, безусловно. Так жизнь многогранна и многообразна. И думаю, Игорь, это связано вовсе не с 1926 годом, а гораздо раньше. Понятно. А гораздо раньше. Потому что свою постылую свободу я потерять не захотел. Я. Здесь и обращение к самому Пушкину. Об этом мы еще расскажем, потому что тайна, должна оставаться тайной интригой до самого конца. И я думаю, что мы будем говорить о том рубеже, которые прошли их отношения. Все-таки не надо забывать, что Александр Сергеевич уже сначала его тырковый вильямс называла робкий Пушкин, да, когда он стал робким, именно взаимоотношения с Волконской. Потому что он ничего не допускал, кроме пожатия рук и нежного поцелуя, может быть, в руку или в щечку. Все. Но мы же знаем, каким был Пушкин после этого. Мы же знаем его, так сказать, увлечения многими женщинами. Мы знаем его донжуанский список. И при этом он сохранил верность своему милому идеалу. Милый идеал. Вот для меня лично, для человека, который занимался Пушкин, это, безусловно, Мария Николаевна. Конечно, вся семья Раевских, в которую он был влюблен, но особенно Машенька. И поэтому сейчас мы с вами посмотрим серию, где зарождаются эти чувства, которые выльются, в конце концов, в удивительной поэме Евгении Онегин. Но к этой теме, теме непростых отношений Саши Пушкина и Маши Раевской, мы еще обязательно вернемся. Потому что не так все просто складывалось в их судьбе потом. Ведь они и после Крыма встречались, и неоднократно встречались. Другое дело, что у меня не было уж такой возможности это выразить в фильме. Задуман фильм был как 37 серии, а вышло только 10. Но вот сейчас мы немножко восполняем... Ну, 37 в другом немножко ключе. Да, восполняем это. И вот мы снова сейчас обращаем ваше внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебе, но голос музы темный, коснется ли ухо твоего? Поймешь ли ты душою скромный стремление сердца моего? Или посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобой без ответа пройдет непризнанное вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, Твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей. Субтитры сделал DimaTorzok В далеком сибирском урике снова наступила весна. Дни уносились за днями. Казалось бы, естественно было возненавидеть край, обращенный в тюрьму, но декабристы полюбили Сибирь. Она стала их миром, их судьбой. Мария Волконская в этом суровом краю смогла быть почти счастливой. Почти. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Пушкин разглядел в юной Машеньке Аевской ту силу, которую потом вложил в любимую свою героиню, в Татьяну Ларину. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Когда ушла из жизни Александрина, то единственное, что мне могло помочь отвлечься от этой потери, это вот наша дочка Нонушка и пушкинская Татьяна. Читал, перечитывал вновь и вновь Евгения Онегина и сетовал на Пушкина. Но почему он не назвал свой роман Татьяна? Ключ понимания Пушкина лежит через душу Татьяны. Да, именно через нее. Милый Александр, дуэлянт, вращавшийся среди женщин. Татьяна была частью, лучшей частью души Пушкина. Еще никому не удавалось соединить идеал с действительностью. И только Саше удалось это сделать, удалось соединить. Это удивительно, удивительно. Я вас люблю, к чему лукавить, но я к другому отдана, и буду век ему верна. А ведь эта тема жертвенности есть и в Дубровском. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Это самое совершенное, нравственное стихотворение Александра. И вы абсолютно правы. Он стоял на пороге какой-то тайны. Но в нем всегда присутствовала некая тайна. И кто знает, какие потаенные двери открывались в его беспрестанно бодрствующей душе. Кто видел край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга? Где весело шумят и плещут воды, и мирные ласкают берега? Где на холмы, подлавровые своды, не смеют лечь угрюмые снега? Скажите мне, кто видел край прелестный, где я любил изгнанник неизвестный? За несколько месяцев до своей смерти, вспоминая о своем пребывании в Юрзуфе, Пушкин напишет Николаю Голицыну. Там колыбель моего Онегина. И вы, конечно, узнали некоторых лиц. Настоящая любовь, которую Пушкин пронесет через всю оставшуюся жизнь, вспыхнула именно здесь, в Крыму. В письмах и стихах таврического цикла есть абсолютное ощущение какого-то внутреннего толчка, какого-то события, откровения, опалившего душу поэта. Именно здесь, на прекрасных берегах Тавриды, рождается замысел Онегина. А Мария Раевская обретает вечную жизнь в милом идеале Татьяны Лариной. За нею, по наклону гор, я шел дорогой неизвестной. И примечал мой робкий узор, следы ноги ее прелестной. Убитый ею, к ней одной, стремил он страстное желание, И горький ропот, и мечтания, души кипящей и больной. Еще хоть раз ее увидеть, безумной жаждой он горел. Ой, смотрите, там вдали дельфины. Вы видели? Видел. Еще один. Я знаю, вам полюбился Байрон, И я выписала на английском его стихи о камне, в вашем кольце. Вот. Мне ваше колечко дорого, И я хотела бы отблагодарить вас. А оно, конечно, не золотое. Я купила его у Татарина. Оно простенькое, но в нем сердолик. Возьмите на панель. Спасибо, Мария. Я не достойна вашего участия. Если бы вы знали. Что? Какой я плохой ученик. Я понимаю английский, но говорю ужасно. Прочтите. Прошу вас. Не блеском мил мне сердолик. Один лишь раз сиял он ярок. Ирдеет скромно, словно лик, Кто мне вручил подарок. Что с вами, Мария? Вы видели эту рыжую каменистую дорогу? Эта дорога моя. Почему? Зачем вы так? Нет, нет. Эта дорога моя. Мария Николаевна часто казалась, что она еще тогда, в юности, знала свой путь. Сердцем знала. Жизнь наша, как роман, часто говорила она. Если он хорошо написан, то предчувствуй, что будет с героями. Михаил Лунин, бывший сослуживец Сергея Волконского и решительный член Северного общества, был самой незаурядной персоной из всех поселенцев Урика. Мария Николаевна тянула к Лунину. Возможно, кроме всего и потому, что Лунин некогда находился в приятельских отношениях с Пушкиным. К тому же Мария Николаевна, ну, как и любой матери, льстила, что Лунин живо интересовался ее маленькими детьми. Особенно он заботился о Мише Волконском. Для него он даже составил план занятий. Программа Лунина была продумана до деталей и охватывала едва ли не все предметы, от математики и географии до гимнастики и рисунка. Сам страстный охотник Лунин и маленького Мишу брал с собой в окружавший урик леса. Привет! Молодай, молодай, иди сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Хорошо, хорошо, молодец. А теперь смотри, вот так вот, вот так встанем за дерево. Вот, смотри, вот приставляешь ужье через мушку и целишься, видишь? И начинаешь стрелять. А теперь пойдем, пойдем. Ага, осторожно. Вперед, иди вперед, вперед, иди. Вот. Дядя Миша, как хорошо. Да, 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 Мишель, конечно, хорошо. Кто это? Дядя Миша. Да ты не бойся, не бойся. Пужик, Мишель, ля. Ай, красавец. Ля, ну, опа, отпустим его. Вот, хорошо, вот, молодец. Вот, так, сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Да, запустим. Дядя Мишель. Ага. Красота. Я кошку нашла? Ну, как дела? Как успехи у Михаила? Ой, ну, какие успехи? Он же слушается только вас. А со мной абсолютно отказывается говорить и по-английски, и по-французски. И все-таки я вас очень прошу, умоляю, просто чаще, чаще с ним говорите по-французски, по-английски. Это очень важно. Очень важно. Да я понимаю, я стараюсь. А мне рассказывали, что в юности вы были отчаянным дуэлянтом, это так? Что, трудно представить себе, да? Нет, ну, представить, конечно, можно. Да. Увидеть во мне веселую забылдыгу, дуэлянта, сегодня, конечно, трудно, но это было. Было в юности. Поэтому, когда говорят о Пушкине, дуэлянт, ветренный, ну, ведь это было. Но самое главное в том, что это было погружение, углубленное погружение в себя. Вот самое главное. Именно это переживет его в веках. Я абсолютно в этом уверен. Вы знаете, я считаю, мы с вами счастливые люди, и нам повезло, что мы были знакомы с Сашей. И любили ее всей душой. Да. Посмотрите, я что-то нашла. Помните его стихи? Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то вверхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Ни в наследственной берлоге, ни средеческих могил, на большой мне знать дороге умереть Господь сулит. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или ворву водой размытом под разобранным мостом. Или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроборный инвалид. Или в лесу под нож злодею, попадусь я в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ли мне в тоске голодной пост невольный соблюдать, и телятины холодные трифлияра поминать. То ли дело быть на месте, по мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять. То ли дело рюмка, Рома, ночью сон, а утро чай. То ли дело, братцы дома, ну, пошел же, погоняй. В окрестностях Урика жила бурятская шаманка. Женщина необыкновенная. В ее юрте княгиня Волконская всегда была желанной гостью. Как я благодарна вам, дорогая Сарма, что вы нас приютили. Что бы мы сейчас делали, одни в лесу у костра. Я рада вам. Рад ушел в тайгу на месяц, а я здесь совсем одна. Я думаю, что Мишель наловит рыбы. Наши охотники что-нибудь тоже принесут, а пока кремной супчик нам не помешает. Тетя Сарма, а что это за куколки? Это не куколки, это буддийские божества, Наличка. А почему у нее четыре руки? А на каждой руке глазки вот здесь. Это символ всевидения. Вы исповедуете буддизм? И да, и нет. Я чту религию моих предков. У бурятов принято помнить и чтить свой род до четвертого поколения. Моя бабушка Унган была шаманкой. Отец знал монгольскую грамоту и русский язык. Побывал с паломниками в Тибете и священал Хаси. Оттуда эти изображения. А мама у меня русская. Правда? Рано ушла из жизни. Завещав мне вот этот образ, крест и любовь к Евангелию. А у вас домовой живет? Дух дома. А где же он живет, если у вас и печки нет? Зато очаг есть. Он любит погреться. И молочко пить из блюдечка. Наречка, а помнишь? Поместье мирного незримый покровитель. Тебя молю, мой добрый домовой. Храни селение, лес и дикий садик мой. И скромную семьи моей обители. Это слова шамана? Нет. Это слова поэта. Это Пушкин. Его стихи о домовом. Охранитель дома мог только тот, кто видит то, чего не видят другие. Вы знаете, Сарма, вы правы. У Александра Сергеевича был некий дар. Видение. Наверное, поэтому он часто бывал грустен. Возможно, предвидя свою судьбу. Спи, мой птенчик, сын прекрасный. Сладко спи, малютка. Сон твой детский, сон невинный, Сберегу я чутко. Все кругом давно уснула, Мирно, безмятежно. И, профессор, и родимый, Ты, прикол, так нежно, Не на радостью в тишине Птенчик мой родился. И меня своей ручонкой Крепко ухватился. Спи, родной мой, Беззаботно, Сладко спи, малютка. Что вы поете, Мари? Это старинная грузинская песня. Кажется, я слышал ее в детстве. Мне она очень нравится. А может, вы знаете ее на грузинском? Да, только один куплет. Спойте, Мари. Хорошо. Не пой, красавица, при мне. Ты песен Грузии печальных Напоминают мне о ней Другую жизнь И берег дальний. Редеет облаков, Летучая гряда. Звезда печальная, Вечерняя звезда, Твой луч осередрил Увятшие равнины И дремлющий залив, И черных скал вершины. Люблю твой слабый свет В небесной вышине. Он дома разбудил, Уснувшие во мне. Я помню твой восход, Знакомое светило Над милою страной, Где все для сердца мило, Где стройные тополи В долинах вознеслись, Где дремлет нежный мирт И темный кипарис, И сладостно шумят Полуденные волны. Там некогда в горах Сердечной думы полной Над морем я влачил Задумчивую лень. Тогда на хижины Сходила ночь и тень, И дева юная Во мгле тебя искала И именем своим Подругам называла. Субтитры создавал DimaTorzok Счастливейшие минуты жизни моей Провел я среди семейства Почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, Славу русского войска. Я в нем любил человека с ясным умом, С простой и прекрасной душою, Снисходительного, попечительного друга, Всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, Памятник 12-го года, Человек без предрассудков, С сильным характером и чувствительный, Он невольно привяжет к себе всякого, Кто только достоин понимать И ценить эти его высокие качества.